И сегодня тот самый день. Да, я буду проводить спидран по Vim. На Linux есть много программ, которые позволят вам отредактировать текст, если у вас стоит такая задача. Наверное, самый популярный это LibreOffice Writer, может быть вы его знаете. Он есть и на Windows, и по-моему он есть даже на Mac. Он раздутый, большой достаточно, в нем очень много функций и в нем графический интерфейс. Кроме, например, такого, есть еще Nano, который использую я. Это прям оппозит. То есть здесь нет графического интерфейса, он работает прямо из терминала. Я им пользуюсь последние несколько месяцев, и про графические редакторы текста я уже забыл, потому что мне больше всего нравится именно такой подход. Минималистичный, когда минимум интерфейса и максимум рабочего пространства. Но есть и компромиссные решения, например, в Ubuntu по умолчанию стоит текстовой редактор Gate. В нем он менее нагружен, чем LibreOffice Writer, но он все еще далек, например, от редактора в командной строке Nano. Последние несколько месяцев я использую Nano как мой основной редактор текста, и мне кажется, я уже прошел его. Вот я даже настроил себе подсвечивание текста разными цветами, причем цветами, которые я сам себе выбрал, основываясь на моих обоях рабочего стола. Сейчас я вам их покажу. Вот, я их сам себе задизайнил. Мне бы хотелось продвинуться дальше. Я знаю то, что я могу продвинуться дальше, я способен это сделать прямо сейчас. Я хочу изучить Vim. Да, сегодня тот самый день. Сегодня я изучу этот страшный Vim, которым всех пугают, например, через мемы. Но награда очень сладка. Например, на канале Luxmith на ютубе я узнал то, что я очень сильно пожалею, когда изучу Vim, что не изучил его раньше. Так что я надеюсь, что я действительно дорос до этого и не переоцениваю себя, потому что иначе я просто открою Vim, увижу его интерфейс, заплачу и убегу отсюда. И мне будет стыдно. Я бы не хотел, чтобы я плакал, и мне было стыдно. Этого ведь не будет. Или будет. Давайте узнаем. Прямо сейчас. Во-первых, что я хочу сказать. Я специально не трогал Vim все это время. Я не смотрел даже статью на ArchWiki, хотя мне очень хотелось. Вы не представляете, насколько это тяжело, не учиться, когда тебе действительно хочется чему-то научиться. Но я сделал это для того, чтобы вы были со мной сегодня в этот самый момент. Такой мой план. Я даже не буду открывать сначала страницу на Viki. Я просто скачаю Vim, открою его и попробую в нем, во-первых, создать файл, отредактировать его, написать в нем что-нибудь, скопировать или вырезать, потом вставить текст, сохранить как новый файл или, не знаю, отредактировать существующий и выйти из него. Вот все, что я попробую сегодня сделать. Может быть, что-нибудь сверх. И давайте я приступлю. Так, наверное, мне нужно ввести команду, чтобы скачать Vim. Я надеюсь, что он так и называется. 34 мегабайта. Что-то не похоже на текстовый редактор. Ну ладно, попробуем. И мы качаем Vim. Мы скачали Vim. И я попробую открыть Vim. Тест файл. Какой? Ну, пускай будет txt. Окей, я открыл Vim. И что мне тут делать? Окей. Так. Что? Visual. Я не ма... Оу. Я что-то... Я пишу. Я пишу буквы. Хорошо. Так. Окей. Я хочу сохранить этот файл. А, ну все, поня... Так. Я правильно понимаю, я сейчас нахожусь в режиме редактирования текста. Тут написано insert, да? А если я нажму insert кнопку? Replace. А, так я таким образом буду менять текст. Да, понятно. Ага, я понял. То есть есть режим замещения, когда ты пишешь прямо поверх написанного текста. Хорошо. Кириллицы я писать не могу. Когда-нибудь я настроил у себя кириллицу, чтобы я мог везде кириллицы писать, но пока мне не до этого. Ну понятно. Просто писать или писать с замещением я меняю кнопкой insert на клавиатуре. Что делает клавиша delete? Ничего. А так? А, она так удаляет. Мои силы дедукции подсказывают мне то, что если я нажму кнопку O, то я буду вводить O. Нет. А если я нажму control O? Блин, нихрена не понимаю, короче. Всё. Мои умственные способности на этом всё. Я не знаю, что мне тут делать. Попробуем так. Я нажму control C, чтобы выйти отсюда. А, тут внизу в углу появляются буковки, когда я что-то пишу. Да, всё понятно. Буква I позволяет мне вводить текст, потому что это команда для режима insert. То есть вот. Хорошо, я понял. Control C, чтобы выйти из этого режима. Это я тоже понял. Если что, на линуксе во многих программах можно выйти через control C. А что я могу здесь? Через shift я могу прыгать через слова. А, вот. А здесь я могу через O открыть новый документ. Оу. Что-то мне подсказывает, что клавиша I, она не для insert. Не знаю. Короче, ладно. Всё, я... Ладно. Хорош бытью. Это какого? Хорош играть из себя умного. Я нихрена не понимаю, как здесь работать. Поэтому давайте выходим. О, хоть что-то правильное я сделал в этой жизни. Ладно, всё. Так, теперь я иду на Viki. Прикольно. Так, сейчас мы научимся использовать Vim. Не понимаю, зачем мне нужен Vim с поддержкой GTK, если я Vim открываю в командной строке. Ну, может быть, я потом когда-нибудь это пойму. Ладно. Использование. Так, хорошо. Посмотрим. Vim Tutor. Я могу ввести здесь Vim Tutor, и у меня будет обучение, да? О, прикольно. У меня здесь Vim Tutor. Так, посмотрим. Может, я даже могу подогнать немножко. А то это какое-то съедание лишнее. Место свободного совершенно. Чтобы перемещать курсор, используйте H, J, K, L. H влево, L вправо, J вниз, K вверх. Понятно. Вот это мне, конечно, придётся сноровку тут применять, блин, потому что это... Может, это правой рукой? Ну, кстати, правой рукой это... Это вроде удобно. Вам действительно стоит попробовать это. Это действительно... Это интересно. Это какой-то новый экспириенс. Это... Я знаю, как перемещать курсор. Ладно. Первый шаг туториала. Двигайте курсор, пока вам не станет комфортно его двигать. Ну, звучит логично. Но всё-таки мне кажется, что правой рукой мне было бы лучше это делать. В принципе, я привык. Ну, левой рукой не очень привычно, потому что я бы хотел всё-таки средним пальцем нажимать вниз, а безымянным вверх. Но если левой рукой, то получается наоборот. Что там дальше в туторе, когда мне стало удобно? Держите кнопку вниз, то есть J. Да и пока зажмите кнопку вниз, то есть J до повтора. То есть, ну вот до этого момента. Понятно. Теперь вы знаете, как перейти на следующий урок. Вторым уроком Vim. Мне нужно выйти из Vim. Мне нравится. Но перед тем, как мне нужно... Но перед выполнением всех вот этих... Но перед выполнением всех этих... А-а-а-а. Какой я тупой. Но перед выполнением всех этих пунктов... Но перед выполнением всех этих пунктов мне нужно прочитать внимательно весь урок. Окей, это не проблема. Нажмите клавишу Escape, чтобы убедиться, что вы в обычном режиме. Нормальный режим, понятно. Введите двоеточие Q в восклицательный знак и нажмите Enter, чтобы выйти из редактора, не применяя никаких изменений, которые вы сделали. Я, кстати, делал это. Вернитесь обратно после выхода, используя команду Vim Tutor. Если вы все запомнили и вы чувствуете себя уверенно, то используйте вот эти вот команды от первой до третьей и выйдите и вернитесь в редактор. Окей. Я даже специально вверх подниму, чтобы мне не было видно эти команды. Я в нормальном режиме. Я нажимаю Escape, чтобы убедиться, что я в нормальном режиме. Я действительно в нем. Я нажимаю двоеточие Q в восклицательный знак. И я вышел из Vim. Теперь я возвращаюсь в Vim. Да, это просто. Изи-пизи. Нас ждет следующий урок. Редактирование текста. 1.3. Редактирование текста. Удаление. Нажмите X, чтобы удалить... Нажмите X, чтобы удалить знак под курсором. Передвиньте курсор к фразе около стрелочки. Окей. Поднесите курсор. Короче, блин, давайте я попроще попробую. А то я заколебуюсь это вот так вот точно переводить. Исправьте ошибки. Ну, с помощью курсора и, соответственно, буквы X, насколько я понимаю. Ну, к-к-к-као пишется, наверное, просто као, поэтому... I jumped X. Оп-па. О. А почему пробел? Блин. А почему пробел это курсор вправо, а не вставить пробел? Я попробую insert mode. Я уже знаю, что есть insert mode. Вот так вот. Я учусь быстрее, чем эта штука хочет, чтобы я учился. Ха-ха. Escape normal mode. Отлично. Так, получается, X удаляет не назад, а он удаляет вперед. Я буду это знать. Меня никто об этом не предупредил. Или я это не прочитал. Као jumped. Я не знаю, как пишется govr, кстати. Окей. Моя интуиция подсказывает мне, что dovr пишется именно так. Хотя я не имею понятия, что это такое. The тоже пишется так. И ага, вот. Я уверен в этой фразе, что я правильно ее написал. Теперь, когда все исправлено, идите к уроку 1.4. И пока вы идете дальше, не старайтесь это все помнить. Просто учитесь, пока используете это. Это очень хороший подход, между прочим. Не люблю ничего запоминать. Люблю использовать... Оно так само запоминается. Нажмите i, чтобы вставить текст. Поднесите курсор к первой фразе около стрелочки. Вот она стрелочка. Эй, ой, 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 я что сделал? Я случайно i нажал. Понятно. Угу, я понял. То есть этот урок говорит мне, допиши фразу, чтобы первая фраза превратилась во вторую фразу. Во второй фразе написано there is some text missing from this line. А в первой фразе написано there is text missing this. Я специально прочитал missing, потому что здесь не хватает. Еще одной s. Окей, я понял. Insert, да, i. Отлично. Some text missing. Я тупой... А, а, во, понятно. Я еще и тут не понял ничего. From this line. И я где-то напортачил. А, нет. Вот, все. Да, отлично. У меня получилось. У меня получилось. Прекрасно. Как только вы готовы, идите дальше в урок 1.5. Хорошо, идем дальше в урок 1.5. Press A to append text. Так, мне нужен переводчик, потому что я не знаю слово append. Сейчас я его узнаю. Блин, я неправильно ввел. Присоединиться приложение. А, joint. Я не понимаю. Что такое append? А, просто присоединить. Понятно. Мне не нужен был переводчик, кстати. Мне нужно было просто ввести append definition. Я бы прочитал и все бы понял. В английском языке есть такие слова, которые ни хрена не понятно, что они означают. И потом переводчик не очень-то помогает, потому что смысл может быть не один у этого слова. Нужно понимать его в контексте. Поэтому самое правильное, что можно сделать, если уже знание английского присутствует, просто пойти в Google, ввести это слово, ввести definition, и вам будет рассказано более легким языком, что это слово означает. Но я все еще не очень понимаю, что за присоединение слова, но мы сейчас, наверное, узнаем. Нажмите А и вставьте нужные слова. Я не понимаю. И как мне это поможет вставить... Что нужно... Так, ладно. Сейчас я прочитаю полностью, и, может быть, пойму. Блин, я не понимаю. Ну, я вижу то, что фразы отличаются. There is some text missing from the... Мне нужно, чтобы эти фразы были одинаковыми или нет? Я этого не могу понять. Если мне нужно сначала нажать кнопку А, ну хорошо. Хуй с... Черт с вами. Что буква А сделает с этим текстом? Я не понимаю, чем аппендинг... Чем аппендинг отличается от обычного редактирования текста? Но здесь нечего аппендировать. А, вот здесь. Так, я правильно понимаю, что теперь он мне допишет фразу вот здесь? Короче, это какой-то бред. Я не понимаю, чем отличается вот это аппендирование от обычного редактирования текста? Я иду в Google, меня это бесит. Ставить в конце. А-а-а! То есть, просто если я нажимаю кнопку А, то он редактирует обязательно с... С конца, да? Нет. Он не редактирует с конца. Он редактирует с того места, где я это делал. Это бред вообще. Ну, задание я выполнил, но меня бесит, что я не понимаю его. Я не понимаю, зачем я это сделал. В чем смысл? О! Вот что мне надо. А-а-а! Я, похоже, ввожу маленькую букву А. Нужно вводить большую букву... Ну, нажимать большую букву А. То есть, надо зажимать Shift. То есть, допустим... Ну, все, ясно, что это за урок. Короче, вот. Я понял, я просто ошибся. Я нажимал маленькую букву А. То есть, без Shift. Нужно было с Shift. И тогда вы прописываете уже то, что в конце. Давайте я выйду отсюда и зайду снова. Я бы хотел пройти его правильно. Теперь в любом месте большая А. И я опять аппендю. Все, ясно. То есть... А, что я опять натворил? Да... Да похер, короче. Вот. Не, ну как это убрать, блин? Блин, как убрать строчку? Меня это бесит. Я чувствую себя обезьяной просто. Ладно. Ага. Вот так, понятно. Окей, буду знать. Окей. Я точно прошел этот урок. Прям хорошо так прошел. Он заключался в том, чтобы я имел представление о том, что есть буква большая, есть буква маленькая. С Shift и без Shift уже две разные команды. Окей. Иди в жопу. Я начинаю понимать, почему многих бесит этот редактор, потому что он очень, честно говоря, неудобный. Я, конечно, понимаю, что я к нему привыкну, но сейчас это просто боль сплошная. В нем сидеть. Редактирование файла. Вот здесь начинается интересное. Как я уже говорил, это одна из моих целей. Отредактировать, потом сохранить файл. Используйте двоеточие WQ, чтобы сохранить файл и выйти. Я так понимаю, что с двоеточия начинаются все вот такие команды, как выйти, сохранить, отменить и так далее. Перед выполнением любого из этих пунктов обязательно прочтите весь урок. Это не проблема. Мы прочтем весь урок. Если у вас есть еще один терминал, я понял, к чему они это. Если у вас есть возможность открыть еще один терминал, откройте его, оставьте этот урок на месте. Если что, вы сможете подсмотреть. Я не хочу подсматривать. Я хочу прочитать, запомнить, потом выйти, сделать все, что надо и вернуться сюда. Вот что я сделаю. Мы будем делать как big boys. We're big boys after all. В терминале нужно будет ввести vim и название файла. Кстати, я это уже делал с самого начала, до того, как полез сюда. Вы это помните. Да-да-да, бла-бла-бла. Это все я знаю. Он просто... Здесь написаны основные принципы работы с программами. Так, вставьте и уберите текст, как вы научились в предыдущем уроке. Сохраните файл с вашими изменениями. После того, как прочтете и все поймете, сделайте это. Двоеточие wq, чтобы выйти и сохранить. А просто q, чтобы выйти. Это я помню. Окей, vim. Тест файл txt попробуем создать. Хорошо. i, чтобы вводить текст. Insert. Окей. Собака сутулая учи vim. Теперь обычный режим. wq. Окей. Выходим из vim. Проверяем, получилось ли у нас прописать все, что мы там написали. Да, собака сутулая учит vim. Даже знаете, что сделаю? Упс. Я сделаю вот что. А ето надо потом удалить. Прописалось. Я даже сейчас круче сделаю. То, чему я научился, пока пытался понять, что за хрень. Все. Да, у меня получается. Я уже уверен в этом. А здесь page down и page up работают? О, отлично. Так гораздо удобнее. Это был только урок первый. Не, ну понятно. Это все просто. Хорошо. Сколько всего уроков здесь? Я боюсь, что мы не вывезем все уроки, если их тут много. 7 уроков? Не. Я посмотрю, что я хотел научиться сегодня сделать. Если мы это сделали, то пока на сегодня все. Новый файл. Создаем, создаем. Редактирование, редактируем. Копировать, вставлять. Вот что мне интересно. Да. Может быть, я смогу прыгнуть к этому уроку? Странно, конечно, то, что... О, во. Копи-паст. Отлично. Use Y. Чтобы скопировать текст. И P. Чтобы вставить его. Визуальный режим. Visual. Ага. Я так выделяю, да? Понятно. White to Young, то есть copy. Копируем. Маленькая Y. Скопировали. Я не мог понять, что от меня просит в этом уроке. Сейчас я это сделаю. Скопировать слово item, да? Окей, я понял. Ладно. Все. Вот. Я понял. Я понял, как это работает. Копировать, вставить я тоже умею. Пойдем дальше. Честно говоря, я хочу проверить, работает ли подсвечивание цветом некоторых кодов у меня в Vim. Оно работает из коробки. Блин, клево. Оно все работает. Не надо ничего делать. Не надо ничего менять. Блин, вот это клево. Это реально клево. Я доволен. Вы знаете, что? Несмотря на то, что там целых 7 уроков, а я выполнил всего 3 или 2, я доволен. Потому что все то, что я написал у себя в плане, я выполнил. Давайте сделаем так. Это была первая часть. Будут еще части, если это видео вызовет хоть какой-то интерес. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что будет полезно или смешно, или не знаю. С вами был Долгов. Пока, друганы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok